Ещё молимся о покоении душу совших рабов Божьих, преснопоминаемых, инокине Макарии, монахине Сергии, воина Михаила, Александре, Иоанна, Фёдора, Владимира Февронии, Любови Николая, Макарии, Александре, Владимира, Владимира Петра, Наталии. Ещё просите им всякому прегрешению, вольному Жене, вольному Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. Ровно три года назад матушка Сергия, родная сестра Владыки Агафангела, умерла от коронавируса. Сегодня мы служили панихиду, быстро время идёт, не верится, что это было с нами, не верится, что люди умирали от этой болезни. И радует то, что, как бы время ни шло, но наша традиция православная, молиться за ближних родственников, это как таинство такое, где мы встречаемся на этом священном месте, где похоронены наши ближние, и молимся. И вольно-невольно ты начинаешь задуматься о чём? О кончине. И это прекрасно. Ты выходишь из комнаты иллюзий и попадаешь в реальность. Сегодня иконы Божьей Матери, скорая послушница, Нектария Эггинского. На моём канале, если полистать, там вверх есть фильм этот, я специально залил, фильм «Человек Божий» называется, очень мощный, про Нектария Эггинского. Величайший, святой, просто удивительный. Кто знает, плюсики поставьте обязательно, кто читал «Житие», кто не знает, почитайте. Самое крутое, что вот мне нравится, это когда он говорил, что когда человек находится в ужасном состоянии, бедный, голодный, нищий, ему больше не к кому вызывать, обращаться, не к кому, только к Господу. И вот в этот момент человек чувствует благодать Божию остро. То есть самое острое состояние, ощущение благодати Божьей. Разве мы не находимся в такой ситуации? Сколько людей обращается к нашему каналу «Жизнь радостного»? И из-за этих почти два года войны, уже почти скоро, сколько сделали благодаря вам, мы добрых дел. Сколько мы помогли, сколько людей обращалось к Господу, чтобы Господь помог, и Господь нас сводил, и мы помогали решать эти вопросы все. Матерь Божья Скоропослушница – это удивительный образ. В своей жизни я очень часто обращался именно в Виверском монасты, редкая икона, если в Тройском соборе. И было такое, что вот в Виверском у меня была очень сложная ситуация. Я находился рядом возле этой иконы, и была сугубая молитва, и через некоторое время решались удивительнейшие вопросы. И даже тот дом, в котором я сейчас живу, он решался там, перед иконой Божьей Матери Скоропослушницы. Всех вас призываю к тому, чтобы обязательно всегда себя заставлять читать в православных календарях, что за день, что за святые. Уделять время – это не так уж много надо. И священному писанию обязательно. Я вернулся домой. Бабушка Валентина, моя мама, заменила меня. Я их оставил. Сегодня врачи посмотрели, сказали, что в Киеве лучше дела. Снег пошел в Киеве. Вот, поэтому я здесь на месте. Буду нести свою варту я такая, потому что очень много дел и всего. Надеюсь, что у Лукаси все до следующей недели выровняется, и мы его заберем обязательно. В заключение хочу сказать, что батюшка Александр из Днепродзержинской епархии обращался к нам за помощью. Мы очень сильно помогли и помогаем. Но не хватает нам сокрыть вопросов, поэтому я вас прошу внизу его реквизиты. Помогите, пожалуйста. И он еще вот записал видео даже, чтобы все-таки помочь ему дорешить эти серьезные семейные вопросы. Всем мирной ночи. Храни Господь. И пусть все будем под покровом Божьей Матери и под молитвенным покровом таких великих святок, как Нектарий и Овенский. Я уже не один раз обращался к отцу Андрею и к вам, уважаемые подписчики, за помощью, так как я имею определенные долги финансовые и проблемы со здоровьем. Нужны деньги на лечение, пройти обследование, МРТ и так дальше. У меня есть маленький ребенок, сын, и мы с матушкой ждем сейчас второго еще ребенка. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. о всех людях, которые мне помогают. Я молюсь. И спасибо огромное всем тем, кто помог мне.